На Донбассе продолжаются митинги против блокады торговли с предприятиями с оккупированной части региона. Сегодня акцию провели в центре Мариуполя. Ранее этого же требовала группа народных депутатов, которая посетила один из железнодорожных редутов. Впрочем, конструктивного диалога не получилось. Всё закончилось швырянием яиц и тумаками для народных избранников. Все подробности узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, добрый вечер. Чем ещё отметился сегодняшний день? Руслан, добрый вечер. Туда же, на театральную площадь, пришли сторонники блокады, чтобы провести свой митинг. Присутствовали на митингах и народные избранники, которые до этого посетили подобные акции в Авдеевке и Краматорске. Напомню, они обещали попробовать уговорить блокадников разойтись по домам. Вчера такие переговоры под Торецком переросли вначале в перепалку, а потом и в потасовку. Так Татьяну Черновол забросали яйцами, а одна из блокадниц даже ударила нардепа. Он убил. Он вашего человека убил. Что его шеф? Что его шеф? Ты п***ь, п***ь, п***ь? Что ты п***ь делаешь? П***ь, 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 п***ь. Я, п***ь, п***ь, п***ь. Добери цю потвору отсюда, хайбань. Она пришла сюда до добровольцев и образовала их тем, что они путинскими агентами, что они организаторами котлев наподобие Лавайского или Дебальцевского котла. Кроме того, участники блокады рассказали, что один из помощников Черновол даже сбил одного из блокадников своим автомобилем, о чем было заявлено в полицию. Вот такие новости к этому часу. Мы продолжаем следить за ходом торговой блокады на Донбассе и будем сообщать вам о всех значимых событиях. Наталья? Спасибо, Руслан. Это был Руслан Смещук из Мариуполя.